Новости на Думская ТВ. В прямом эфире о самых важных событиях этого дня корреспонденты нашей информационной службы и я, Олег Байдалюк. Здравствуйте. Черноморск может постигнуть судьба Атлантиды. Город постепенно уходит в море. В Одессе около тысячи лифтов нуждаются в капитальном ремонте. 32 выпускника факультета ВМС Украины получили лейтенантские погоны и кортики. Дмитрий Голубов установил в 71-й школе новые окна. Представители ромской диаспоры устроили беспорядки в клинике Одесского медицинского университета. Причиной конфликта стала смерть в больнице Барона. Реаниматологи пытались спасти мужчину на протяжении двух часов, но безуспешно. Подробности у Марины Романовой. Умерший мужчина 48 лет. Длительное время страдал ишемической болезнью сердца. Днем ранее пациенту сделали операцию по замене кардиостимулятора. Ему заменили кардиостимулятор и сутки он чувствовал себя хорошо. Но сегодня состояние его утром внезапно ухудшилось. По клинической картине это скорее всего была тромбомболия легочной артерии. Тяжесть состояния пациента усугублялась тем, что он имел еще ряд хронических заболеваний, в числе которых был тяжелый сахарный диабет. По словам изрядно напуганных сотрудников медучреждения, многочисленные родственники пытались выбить дверь палаты, где лежал умерший мужчина. Даже звучали угрозы подорвать отделение. На место происшествия прибыли пять экипажей патрульной полиции. Родственники, узнав о смерти, собрались возле этого медицинского учреждения и начали обвинять в смерти своего родственника одного из врачей. Увидев данный конфликт, сотрудники медучреждения вызвали сотрудников полиции. Когда на место происшествия уже приехали сотрудники полиции, там были единичные представители родственников, которые не оказывали никакого сопротивления и агрессии. Инцидент в клинике внесли в единый реестр досудебного расследования по 115 статье с пометкой «Естественная смерть». Тело умершего направлено на суд медэкспертизу. Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются. Марина Романова, Виталий Прус, Алексей Мураховский, Думская ТВ. Черноморск уходит в море. Оползень разрушает жилые дома. Они медленно уходят в пропасть. Под угрозой могут оказаться и другие прилегающие кварталы. Также покосились частные постройки на 114-м причале. На месте побывала Ксения Терзи. Черноморск может постигнуть судьба Атлантиды. Город постепенно уходит в море. Еще в прошлом году на этом месте была дорога. Оползень полностью уничтожил морскую улицу. 17 домов нависают над обрывом. На месте маленьких дач возвели виллы. Но выдержать такие нагрузки грунт здесь не в состоянии. На этом месте должен был быть очередной элитный дом. Но природа приняла свое решение. Все побережье Черного моря. Оползни опасно, говорит акулок Юрий Герасченко. Прибрежная застройка – весьма рискованная затея. Во многих местах грунт просел больше, чем на метр. Надо и геодезию проверить, и провести противоползневые работы. Это и дренажи сделать, это и уполаживание, и укрепление склона различными способами. Там бывают свайные методы, бывает пригрузка склона. В общем, пригрузку не надо путать с нагрузкой, которая сверху ставишь и будет сползать. Оползни угрожают и 114-му причалу. Берега уже почти полностью ушли в море. Это произошло после того, как здесь построили каменные курени, говорят местные жители. Сегодня вы пройдите по причалу, ведь ни у кого нет документов, которые разрешали бы строить строительные работы, восстановительные работы. Это решает именно общество. Перед собой сделаю заграждение, и меня это спасет. Не спаслось. Сегодня все эти заграждения подмылы опять, и они тащат за собой уже и куренье. Еще несколько лет назад прибрежная зона была заполнена отдыхающими. Два года назад еще такого не было. Ну, посмотрите, что оно творится. Оно прямо идет. Ну, вот радужное. Мы были в мае, ходили. Там было в прошлом году. А сейчас это вообще уже. Здесь никто никогда не строился. Было Приморское, она часть ушла. Но там было поле. Там засевали, и там огороды давали. Эта земля находится на балансе у Черноморского порта и частной строительной фирмы. Еще в начале 2000-х между ними был подписан договор. Они обязались совместно укрепить береги и обустроить ливневую канализацию. Однако, говорит первый заместитель городского головы Сергей Быченко, сделана была лишь половина работ. Это была утверждена программа. Законом, принятым Верховной Радой в 2012 году, на 2013, 2014 и 2015 год была принята программа. И согласно этой программе, 25 миллионов бюджетных денег выделялось городу Ильичевску на реализацию этого проекта. Нам не дали ни копейки. Ни копейки. В настоящее время берега укрепления обойдется городу в 55 миллионов гривен. Пока у Черноморска таких средств нет. Ксения Терзи, Дмитрий Бондаренко, Алексей Мураховский, Думская ТВ. Три недели на огневую подготовку сотрудников национальной полиции недостаточно. Такое мнение выразила бывшая сотрудница правоохранительных органов. Основной причиной, которая в частности привела к погоне со смертельным исходом 7 февраля в Киеве, стала психологическая неготовимость полицейских, заверяют некоторые эксперты. Продолжу тему Алла Есина. Сразу несколько громких скандалов, связанных с применением огнестрельного оружия сотрудниками национальной полиции, за последний месяц всколыхнули Украину. Один из них произошел в Киеве и привел к гибели 17-летнего парня. Главная проблема молодых правоохранителей, убежден инструктор по огневой подготовке, неустойчивая психика. Одно дело, когда человек приходит на обучение, уже ранее бывший суперсмен, стрелок, он с оружия на ты. А когда человек пришел, так сказать, с улицы, пришел для того, чтобы, имея даже определенное высшее образование, вот, он никогда не пользовался оружием, статистическим образом у него возникает обыкновенный психологический перелог. Три недели для огневой подготовки и тактических занятий недостаточно, убеждена уже бывшая сотрудница национальной полиции Анастасия Кабышева. Я считаю, что уже даже выйдя на службу, все-таки занятия должны продолжаться, потому что та база, которую нам дали, она осталась, но не применяя ее постоянно на практике и не проводя занятия, ну, у людей забывается все. Основная причина громких скандалов, связанных с применением оружия полицейскими, неумение управлять стрессом, говорит эксперт по прикладным единоборствам Анатолий Матюнин. Ребята, которые выходят на улицу, да, на асфальт, работают на асфальте, на улице, они встречаются с разного рода людьми. Это и агрессивные, и не агрессивные, это и преступники, и просто алкоголики, и бомжи, и все, кто угодно, да. Вот, и, соответственно, этому человеку необходимо уметь владеть своей психикой для того, чтобы он мог адекватно среагировать на ту ситуацию, которая может сложиться. Для того, чтобы правильно и своевременно применять оружие, нужны годы подготовки, говорят специалисты. И добавляют, воспитанию психологической стойкости надо уделять особое внимание, так как у человека, получившего в руки оружие, возникает повышенное чувство агрессии. Алла Есин, Александр Бондарь, Думская ТВ Дело главного фигуранта трагедии 2 мая в Одессе бывшего начальника областной милиции Петра Луцюка передали в Приморский суд. Экс-руководителя главного управления МВД обвиняют сразу по трем статьям, сообщает издание Думская НЭД, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры. В частности, подозреваемому инкриминируют злоупотребление служебным положением. По данным следствия, бездействие Петра Луцюка привело к гибели 48 людей и массовым беспорядкам в Одессе. Кроме того, бывшему руководителю милиции вменяют служебный подлог документов по введению оперативного плана «Волна». Наивысшая санкция среди инкриминируемых статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. Конфликт в Краснознаменке. Жители не могут определиться с новым названием села. Скандальная история с переименованием населенного пункта под Одессой продолжается. Однако окончательное решение примет Верховная Рада. Афанасий Бургеля знает больше. Декоммунизация в Краснознаменке в селе в 70 километрах под Одессой разделила людей на два лагеря. Одни ратуют за возвращение исторического названия, другие хотят новое. Больше уже, чем полгода, люди не могут определиться с новым названием населенного пункта. Предыдущая попытка переименовать Краснознаменку в Катаржино вызвала общественный резонанс и детально освещалась СМИ. Вопрос пытались решить с помощью голосования. В начале августа проходили общественные слушания. Присутствовали все желающие. Нельзя сказать, что это были представители только одной точки зрения. Присутствовал мэр села. Было принято провести опрос подворный. Он был проведен. 58% людей проголосовало за название. Конкретное название Катаржино. Историческое название Катаржино у части селян ассоциировалось со словом «каторга» и вызывало негатив. Краснознаменский голова решил доверить переименование Украинскому институту национальной памяти и Верховной Ради Украины. Институт национальной памяти нашел вроде бы соломонного решения назвать населенный пункт Дервент. Так село называлось до Катаржино. Но и этот вариант не устроил ее жителей. Есть решение сессии, решение депутатов. Катаржино и сельское название села не было поддержано Институтом национальной памяти. Поэтому, когда проводили опрос подворно, на втором месте, 380 голосов было отдано за село Знаменка. В итоге на сессии сельского совета депутаты проголосовали за новое название – Знаменка. «Я это не приемлю, никто не приемлюсь. Почему? Вы знаете, у меня есть документы, это как-то утверждает Дервент. Это называлось тогда, откуда выселяли болгар-колонистов. Понимаете? И мы сегодня не можем, когда людей на сельским шахом выселяют, называть, возвращать эту историческую назву». Это, в свою очередь, возмутило сторонников исторического названия. «Знаменка, да. Просто возмутило то, что было подготовлено письмо уже с этим названием. То есть, игнорировались 58 ранее опрошенных процентов жителей села». Инициативная группа решила еще раз написать письмо Украинскому институту национальной памяти с просьбой переименовать село в Катаржино. Уже на ближайшей сессии Верховной Рады будет принято окончательное решение. Афанасий Бургеля, Александр Бондарь, Думская ТВ. Лифтовое хозяйство в цифрах. Больше тысячи подъемников требует капитального ремонта. В прошлом году починили всего 77 лифтов, в этом планируют 55. Тем временем, одесситов может ожидать поднятие тарифов на техническое обслуживание. Больше информации в сюжете Юлии Долганюк. Здравствуйте, мы застряли. На каком этаже? Я точно не знаю, может быть, где-то между этажами. Хорошо, сейчас я вызову аварийно. Наш эксперимент с вызовом диспетчера закончился удачно. На связь лифтеры вышли мгновенно. Впрочем, такое общение по приемнику в этом доме – дело привычное, говорит одесситка Екатерина Валянская. Девушка на восьмом месяце беременности в кабине застревала десятки раз. Неисправность подъемника заставляет одесситку пешком подниматься на 14 этаж. Дети боятся, не хотят в лифт заходить, потому что он гудит или застрянет еще, не дай бог. Постоянно звоним диспетчеру. Очень сложно уже на восьмом месяце подниматься на 14 этаж, особенно когда со школы ребенка, еще с ребенком. Еле доходим и только думаю, дай бог не родить где-то на каком-то этаже. Непонятный гул и угрожающая вибрация. Проезд в лифтовой кабине скорее напоминает бесплатный опасный аттракцион. 20 секунд страха или полчаса по лестнице текого нервной системы послабее. Поднимаются лестничными пролетами. Жильцы-экстремалы ездят на лифте. Я иногда, когда сяду в этот лифт, я думаю, что у меня, наверное, инфаркт будет, пока я доеду до 10 этажа. Он так громыхает, что это просто невыносимо. Сейчас, думаю, все, оборвется вниз и на этом будет конец. Занимаемся лишь техобслуживанием. Ремонтируют город, уверят в Одеслифте. В ведомстве находятся 3000 подъемников. Количество из них, которые нуждаются в срочном ремонте, шокирует. Ремонт лифтов – это отдельно от технического обслуживания услуга. Если говорить о количестве лифтов, которые подлежат установке и требуют капитального ремонта, модернизации либо замены, таких лифтов, опять же, если мы говорим о лифтах коммунальной собственности, порядка около тысячи. Эти цифры опровергают в городском совете. Там, говорят, на модернизацию уже выделено 15 миллионов гривен. Привести в порядок собираются 55 лифтов. В прошлом году на эту же сумму починили 77 подъемников. Они все в рабочем состоянии. Эмоциональные оценки. Есть требования к эксплуатации лифтов. Эти требования выполняются не только Одесса Лифт, но и всеми лифтообслуживающими организациями. У нас по программе в течение пяти лет, ну, эта программа будет иметь продолжение, будет подвергнута модернизации порядка двух с половиной тысяч лифтов. Тем временем тарифы на обслуживание подъемников вскоре существенно поднимутся. В Одесс-Лифте уже готовят необходимые расчеты. Говорят, стоимость техобслуживания не менялась на протяжении восьми лет. И пока самая низкая в стране. В Одесском МРАО процветает коррупция и работа подпольных дилеров. Об этом в ходе проведения Совета экономического развития заявил председатель Одесской облагосадминистрации Михаил Саакашвили. На заседание пришли активисты, которые рассказали о масштабных поборах МРАО, предоставив видеодоказательства. После этого глава региона, а также руководители Одесской полиции и областной прокуратуры отправились на место и провели инспекцию работы ведомства. Поймать злоумышленников с поличным не удалось, но Михаил Саакашвили пообещал устроить на них охоту и в ближайшее время задержать подпольных дилеров. Одесская военная академия выпустила из своих стен новоиспеченных лейтенантов. На площади 10 апреля прошло торжественное вручение офицерских погон. Больше знает наш корреспондент Юлия Долганюк. На площади 10 апреля торжественное событие. 149 курсантов, которые присягали на верность народу Украины, получают лейтенантские погоны. Товарищ полковник Даша, наказан фрегу. Поздравляю вас с присвоением первого витского заня лейтенанта. Служу украинского народа. Мы уже лейтенанты, офицеры, уже не курсанты. 4 года прошли не зря, что за 4 года нас обучили, рассказали, показали старшие командиры, поставили на путь истинный. Вчерашний курсант военной академии, а теперь лейтенант Евгений Кравченко демонстрирует свои погоны. Эмоции переполняет военного. Мы мечтали об этом, с самого детства, хотели стать офицерами, защищать родину. Ну, конечно, переполняют. Первое офицерское звание, это реально стоит того, чтобы учиться. Это события в жизни не только любого человека, а в жизни офицера. Это отримание первого офицерского звания. Это не просто закончение высшего начального заклада. Это курсант, военнослужащий, солдат, сержант. Он становится офицером. Поэтому это такая выяснительная события в его жизни. Такое бывает первое и один раз. Поэтому оно проходит в такой урочистой обстановке. Уже через две недели молодые лейтенанты пополнят Вооруженные силы Украины. Юлия Долганюк, Александр Бондарь, Думская ТВ. В Одессе выпустились и курсанты, которые в 2014 году в Севастополе спели гимн Украины перед оккупантами. На торжественной церемонии выпускники факультета ВМС получили первое офицерское звание и пополнили ряды военно-морских сил Украины. За торжеством наблюдал Афанасий Бургеля. Севастополе спели гимн Украины перед оккупантами. На плацу Одесской национальной морской академии 32 выпускника факультета военно-морских сил. Им вручили лейтенантские погоны и кортики. Это те самые курсанты, которые два года назад в Севастополе отказались изменять присяги на верность народу Украины и перебрались с преподавателями в Одессу. Во время церемонии военные атташе итальянского посольства вручил кортик ВМС Италии одному из лучших выпускников Алексею Харченко. Также молодые офицеры присягнули на верность Украине и попрощались со знаменем. Новоиспеченные лейтенанты не скривают радости. Неймовірно счастливый, потому что много довелось пройти, начиная с Крыма, Одессы, одни переезды, другие. И будет что сгадать, будет что рассказать. Думаю, не только мне, а и всем выпускникам. Хвилювание и в меня, и в моих товарищей, но до этого момента мы шли 5 лет. Еще больше эмоций у родных и близких. Торжественность момента, во-первых. Во-вторых, 5 лет таких тяжелых всяких испытаний позади. Поэтому эмоции самые только такие положительные. Горжусь сыном. Довольно успехами молодых офицеров и руководства военно-морских сил Украины. Как председатель и государственных комиссий, испыты, которые проходили в синах навчального заклада, почти 100% молодых офицеров выдержали на оценку «Добре» и «Видминно». Сейчас был распредел офицеров по кораблям, войсковым частинам. В этом году факультет ВМС реформирует в институт. Молодым офицерам по традиции желаем 7 футов под килем. Афанасий Бургелев, Вячеслав Лоштаба, Думская ТВ. Светлый подарок. Второклассникам 71-й школы поставили новые окна. Теперь в классе тепло и дети не болеют из-за сквозняков. Подарок сделал народный депутат Украины Дмитрий Голубов. Подробнее далее. Холод и ветер за окном больше не пугают малышей 71-й школы. Второй В сидит за партами в долгожданном тепле. С первого класса школьники учились в плохо застекленном помещении. Холодно было в ноги. А сейчас как? Тепло. В классе были ветхие и старые окна. Родители не могли оплатить замену стеклопакетов. Самые активные обратились к народному депутату Дмитрию Голубову. Реакция была мгновенной. Детям было очень холодно заниматься. Они интересуют, пишут. А это все не делали раньше в барышках, куртках. Это невозможные условия для учебы. Дмитрий Иванович сразу отреагировал на данную проблему. И спустя где-то две недели здесь уже были установлены новые окна. У нас как раз здесь в классе происходил утренник. И как раз во время утренника нам пришли и сказали, что вам привезли окна. Это было, конечно, чудо. Родители рассказывают, что из старых окон постоянно дул ветер. На зиму их приходилось заклеивать. Но даже это не спасало малышей от сквозняков. Все дуло со всех щелей. Плюс окна еще и не открывались. То есть даже не было возможности проветрить класс, когда дети занимались. Мы их постоянно клеили, старались как-то их... Но это было бесполезно. Родительский комитет обращался за помощью ко многим. Но откликнулся только Дмитрий Голубов. Нас услышал только Дмитрий Иванович, за что ему огромное спасибо. Все тепло. То есть ходят свободно, раздетые. Даже не одеваешь ни под штанники, ничего. Потому что то парты холодные были, сидели постоянно. Вот как бы... Ну, в принципе, существенная разница. И очень-очень благодарны Дмитрию Ивановичу за то, что он нам помог поставить окна. Дети новым окнам довольны не меньше родителей. Были старые, некрасивые. А часть, когда их заменили, стали теплее и лучше. Очень нравятся они красивые. После появления новых окон в классе стало не только тепло, но и светло. Спасибо, Дмитрий Иванович, за окна. Ольга Китик, Алексей Мараховский, Думская ТВ. И на сегодня это все новости. Но дальше еще информация о погоде. Если вы стали свидетелем резонансного события, непременно звоните в нашу редакцию 788-0075. Мы ждем ваших звонков. Спасибо, что вы на Думской ТВ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»